Практическая психология Вот такое название – телесно-ориентированное направление в психологии. Сразу же давайте объясним, что это – телесное. Ну что ж, начнём мы с того, что разум и тело – это всё-таки элементы одной системы. И всё, что есть у человека в голове, непосредственно отражено в теле. Если мы с вами будем достаточно наблюдательными по отношению к партнёру, собеседнику, мы можем с вами заметить, что телесные сигналы соответствуют или не соответствуют тому, что человек говорит. Можно сразу же пример? Да, можно сразу же пример. Ну, например, женщина плачет, мужчина у неё спрашивает, почему ты плачешь, она не может ответить. У неё расщепление ментального и эмоционального сегмента в психике. То есть она сейчас испытывает какие-то серьёзные эмоции, но не узнаёт их и не может озвучить причину своего поведения, причину своих слёз. Мне кажется, что ей просто нужно поплакать. Ей так кажется на самом деле. Но если женщина из раза в раз будет просто плакать, к сожалению, это не даст нужного контекста отношениям. Мужчина так и не поймёт, о чём она плачет и не сможет, если даже сильно очень захочет, изменить модель своего поведения. Например. Или плачущий ребёнок. Это та же самая история. Мама спрашивает, что случилось. Ребёнок не может ей ответить, потому что он тоже в какой-то момент не узнаёт своих чувств. А если он говорит, меня стукнул, например, старший брат, поэтому я и плачу, мне больно. Вот это уже что? Ну, больно, это может быть и о физических ощущениях. И ребёнок может плакать о том, что действительно он испытывает физическую боль. И это будет честно. Но вот если взрослый человек, которого не ударили, не стукнули, не обидели, бесконечно говорит, что ему больно, это уже повод обратиться всё-таки к психотерапевту. Потому что в психотерапии как такового понятия «боль» не существует. Боль – это некий сгусток неузнанных человеком, нераспознанных эмоций и чувств. Как красиво звучит, да? Да, и оно так и есть. Потому что если мы будем смотреть вглубь, то на самом деле, когда мы начинаем узнавать свои эмоции, отделять грусть от любви, ненависть от, не знаю, тоски и так далее, то мы перестанем испытывать ощущение эмоциональной подавленности. На самом деле душевная боль, эмоциональная подавленность, некий упадок сил – это очень сильно о том, что человек просто живёт на автомате, и он не отдаёт себе отчёта в том, что же он чувствует в той или иной ситуации. То есть он на автомате реагирует, а тело, как правило, если были какие-то негативные эмоции или сильные, даже положительные эмоции, но не показаны, не прожиты. А тело сохраняет этот опыт, понимаете, внутри. И человеку с этим грузом приходится как-то жить. То есть вот это как раз ещё и тема осознанности, да? Если ты осознаёшь эти эмоции, чувства, да, то тогда и тело отвечает совсем по-другому, да, Натя? Естественно, естественно. Хорошо. Мария, а почему вот вы выбрали для себя именно это направление? Почему оно так вас интересует? Вы уже не один десяток лет работаете в этом направлении. Да, я скажу так, что у меня всё началось с личного опыта. У меня несколько врождённых диагнозов, которые связаны именно с телом. Воронкообразная грудная клетка на фоне этого врождённого симптома уже случился в подростковом возрасте и кифоз, и сколиоз, и глазное давление. Ну, в общем, я в 18 лет себя чувствовала как бабушка. Вот. Собственно, массаж, лечебная физкультура, там, ещё какие-то практики, там, ЛФК. Это всё не давало должного эффекта. Когда мне исполнилось 18 лет, наверное, 19, я познакомилась с йогой. И вот когда я делала упражнения в йоге, я была самой молодой и самой беспомощной. И я встретилась в этот момент со своими чувствами. Не знаю, это такой очень интересный, насыщенный эмоциональный опыт. Было очень много слёз, было очень много воспоминаний, переживаний, хотя, собственно, я не делала ничего, чтобы это вспомнить. Я просто вставала в определённую позу и дышала. И вот это меня очень сильно зацепило в силу своих телесных, опять же, моментов, да, которые, ну, так скажем, невозможно выправить никаким путём. Я не могла претендовать на то, чтобы стать инструктором по йоге, например. И я стала думать, а чем же мне таким заниматься, чтобы мне стало вообще легче дальше жить. Потому что после каждой такой полуторачасовой, двухчасовой тренировки я чувствовала себя счастливой. Так ценно, да, это? Это очень ценно, и каждый раз, когда ты чувствуешь себя всё более и более целостным человеком, становится как бы, ну, как вот сказать, краски в жизни появляются, вкусы совсем другие, да, запахи совсем другие. Жизнь становится концентрированнее. И хочется, на тот момент мне очень хотелось, чтобы вот этого вот пространства, в котором боль становилась всё меньше, а в котором жизнь становилась всё больше. И так я вышла на телесно-ориентированную психотерапию. И потом было длительное погружение, обучение всему этому, да? Да, очень, я бы сказала, длительное, растянутое, потому что личная жизнь у меня так сложилась, что каждый раз, то есть я начинала учиться и забеременела первым ребёнком, заканчивала я уже практически перед рождением второго ребёнка. То есть вот у меня этот процесс оказался растянутым в силу декретных отпусков и так далее. Вот такая хорошая трансформация жизненная. Да, очень глубокая, я бы сказала. И, собственно, погружение, естественно, было долгим. И я хочу сказать, что за счёт этих пауз у меня было очень много времени на то, чтобы осознать и прожить. Ну, я знаю, что вы ездите по России, проводите всевозможные тренинги, встречи. Люди приходят с удовольствием. Великолепные отзывы читала о ваших работах. Хорошо, Маша, скажите, пожалуйста, в чём же преимущество? Давайте не будем сравнивать одно направление с другим, но вот как на ваш взгляд? Вот почему, говорят, телесно-ориентированная психология – это психология эффективной работы? Ну, я бы сказала так, что для меня самое главное – это скорость. Мы всегда работаем с клиентским запросом, правильно? И клиентский запрос – это всё-таки то, что… Не то, что я увидела у клиента, а то, что он озвучил. И вот то, что он озвучил, иногда бывает полярно противоположно тому, что его на самом деле волнует. И вот пока мы доберёмся до ядра, пройдёт иногда не один год психотерапии. В телесно-ориентированной психотерапии всё работает не так. А как? Мы начинаем работать с телом клиента. Мы дышим, прикасаемся, делаем какие-то упражнения, парные упражнения, контактные. И за счёт телесного контакта вскрывается именно та тема, которая сейчас актуальна. Ну, например, женщина говорит там, у меня не складываются отношения с сыном. Но мы начинаем, да, раскручивать эту ниточку. Когда мы начинаем работать через тело, может всплыть сразу же вообще не про сына, и даже не про отца, а про какой-то негативный опыт вот с мужчинами, да, и совершенно такой обезоруживающий её. Она не может даже с маленьким ребёнком, например, выдержать своих границ. Поэтому и мы работаем с этим, то есть мы не копаемся, мы работаем конкретно с травмой. И тогда скорость уже совсем другая. Иногда бывает достаточно двух консультаций, чтобы решить какой-то насущный такой вот вопрос. Это очень быстро, я считаю, потому что вот когда я начинала свой путь в психотерапии, что-то мы работали годами. Вот. Но опять же, да, к телесно-ориентированному терапевту нужно прийти и быть готовым, что тебя будут трогать, с тобой будут дышать, и при этом ещё будут тебе задавать вопросы. Не совсем удобные, может быть, даже, да? Возможно, даже не совсем удобные, потому что... И причиняющие какое-то состояние дискомфорта, боли вот этой же душевной, да, через физику. Да, естественно, да. Это кому-то не подходит, я согласна. Но вот я считаю, что скорость – это вот первое преимущество. А второе преимущество всё-таки в том, что... Тело не обманешь. Точно. Оно не будет тебе врать. Если человек может долгое время заблуждаться, да, или не признаваться себе в той или иной причине, потому что исключается много внутренних сопротивлений, да, то тело, как лакомцевая бумажка, покажет всё. Это правда. Но, опять же, тоже не каждый клиент к этому готов. Это правда. Это правда, действительно. То есть, если мы говорим о долговременной терапии, результаты будут очень серьёзные за год. Вот. Но, опять же, это готовность клиента. Кто-то не готов повзрослеть на 5-6 лет за год терапии. Поэтому человек где-то посреди не останавливается. Но, опять же, да, мы не можем как бы решать за клиента. Как говорит мой учитель, Константин Дуплищев, терапевт, должен быть туп, ленив и аморален, чтобы не думать за клиента, чтобы не делать за клиента и чтобы его не осуждать. И я всё-таки придерживаюсь этого принципа, хотя иногда сложно, потому что уже хочешь помочь. Но всё-таки. То есть, мы за клиентов здесь не решаем. Они сами выбирают, продолжать или нет. Да, это из разряда невозможно помочь человеку, если он не просит тебя о помощи. Это правда. Хорошо, Мария. Скажите, пожалуйста, с какими задачами работает наше с вами направление телесно-ориентированная психотерапия? Ну, я скажу так, что психика наша, всё-таки её можно условно поделить на несколько сегментов. Ментальный сегмент, да, думаем, осознаём. Эмоциональный, чувствуем, проявляем свои чувства. И телесный. То есть, что, как мы свои мысли и эмоции с помощью тела выражаем, чтобы собеседник нас понял. Вот у людей очень часто бывают расщепления ментального и эмоционального. Вот я как в начале передачи приводила пример. Или, например, эмоционального и телесного. Голос очень эмоциональный, а тело вялое. Никаких жестов, там, мимики мы не заметим. Или это будет очень минимально. Иногда даже голос, например, человека что-то волнует, он монотонно говорит одно и то же, одно и то же, одно и то же. Раздражает. Но он не может себе признаться, что его это волнует, а мы его не можем понять, потому что он не эмоционирует. У нас до адресата не доходит эта информация, да, её нет. Вот. И это расщепление телесного и эмоционального. Так вот, телесно-ориентированная психотерапия помогает эти сегменты объединить, чтобы человек мог с помощью тела свои эмоции выгрожать, проявлять и с помощью головы их осознавать. Это первый момент. То есть всё, что касается взаимоотношений с самим собой, это про телесно-ориентированную психотерапию. Всё, что касается отношений детско-родительских, это про телесно-ориентированную психотерапию. Почему? Потому что очень часто детско-родительские какие-то конфликты, недоговорки, да, и не очень удачные отношения от того, что ребёнок не чувствует, что ли, родительской любви. Она есть, но он её не чувствует. С помощью телесной терапии все эти травмы детские можно компенсировать просто вот за счёт техник. Хорошо, вот детско-родительские отношения. Это нужно, чтобы к психотерапевту дошёл человек вместе со своим ребёнком, или это можно сначала начинать проживать самому родителю? Это необходимо проживать самому родителю. ребёнку самому необходимо решить, быть в том возрасте, чтобы он смог решить, что ему это нужно. Очень часто... То есть мы в обязательном порядке не берём своих детей и не приводим их... Нет, нет. Если человек действительно видит, клиент видит эффект от терапии, он обязательно простые упражнения может сделать со своим ребёнком. Это наладит контакт. Вот, например, сейчас самая активная такая тема в детско-родительских взаимоотношениях, это вот гиперактивные дети, такие неудобные, родителям всё время на них жалуются, родители... Родителям стыдно бывает. Родители сначала, наверное, всё делают для того, чтобы помочь как-то своему ребёнку, потом махают рукой и думают, ну, всё, уже всё, поставили мы на тебя крест или ещё что-то. Это тоже можно прорабатывать через телесно-ориентированную психологию? Однозначно это можно. Гиперактивность – это очень сильно такая тема о нехватке заземления, я бы сказала. То есть у ребёнка не работает тормоз, он не чувствует под ногами земли. Что с этим делать? Есть очень простые практики заземления на самом деле. Расскажите нам про них. Вот, выполняются они очень просто. Первая опора у нас базальная идёт – это стопы. Можно с ребёночком посидеть, прислонив стопа к стопе. До этого нужно... Это вот как по-турецки, да, вот можно сказать? Нет. Это вот ребёночек лежит на полу, а мамины или папины стопы сидящего родителя прижимаются к стопам родителя. Вот такой вот, да? Всё, поняла. Значит, вот такой момент. Но родителю нужно всё-таки узнать у ребёнка, удобно ли ему. Да, и хочется ли ему вообще участвовать. Участвовать. Да, в этом участвовать. То есть это уже для детей постарше. Можно чем замотивировать ребёнка, если он понимает? У гиперактивных детей бывает очень часто, ну, где-то вот шея напрягается, вот это вот плечи за счёт вот этого вот постоянного движения. Действительно, даже если мы скажем вот чисто физиологически, когда есть опора ровная под стопой, начинает шея, плечи, голова расслабляться. И если у ребёнка там какие-то темы со спиной, там с шеей и так далее, ну, такие тяжёлые учебники, столько уроков, это есть у всех детей. Вот можно им предложить так расслабиться. А вообще психологическая и физическая нагрузка, да? Да, естественно. Родители же такие. Да. И самое главное, то есть кроме того, что ты даёшь ребёнку опору стопа к стопе, что ты ещё делаешь? Следи, чтобы ребёнок дышал. Потому что порой бывает так непривычно, что есть эта база под ногами, эта опора, что просто ребёнок не дышит. То же самое и со взрослым человеком абсолютно. То есть вот это вот первая тема. А если ребёнок очень маленький, ну, вот совсем там вот от года, да, там вот ещё не школьник, то с ним делается это ещё проще. Нужно ребёнку попросить, чтобы с ним пообниматься. Родитель ложится, ребёночек ложится спиной к маминой грудной клеточке. Мама его плотно обнимает, ручку кладёт на сердечко, а ножки просит упереть в свои ноги стопами. Таким образом ребёнок получает, ну и лучше, чтобы шея тоже к маминой как-то вот груди, к маминому клещу прилегала. Ребёнок получает две или три опоры. Базальная – это ножки, сердечная опора – это грудная клеточка и акушерская опора – это шея. Вот. Таким образом ребёнок заземляется, и он успокаивается. Это проверено на моих собственных детях. То есть отличная поза. Мы её интуитивно занимаем, но нужно знать, что её можно делать осознанно, и она работает. Ну и самое главное, чтобы стопы, конечно, прижимались, потому что если ещё грудной клеточкой как-то вот прижимаются, то ножки иногда где-нибудь ещё в воздухе болтаются. То есть вот акцент на ноги. Ну и, соответственно, там можно и поговорить в этой позе, и просто помолчать. И мама, если уже очень сильно зла и устала ловить ребёнка до этого, она тоже может подышать, успокоиться, расслабиться. Вот он, простой эффект. Хорошо. А дыхание? Что за дыхание должно быть у ребёнка и у мамы в это время? Вдох всегда через нос, да? Нет, не обязательно. Акцент должен быть на выдохе, и с выдохом нужно расслабляться максимально. Чем выдох – это неважно. Акцент на выдохе. Да, акцент на выдохе, абсолютно точно. Да, мы так и живём, на выдохе. На выдохе, точно. Хорошо. Очень интересно, Мария. Скажите, пожалуйста, вот с какими ещё темами работает телесно-ориентированная психология? Вот, может быть, прямо вот озвучить, да? Да. С чем можно прийти? Ну, мы можем говорить о том, что очень большая у нас сейчас такая тема серьёзная, мне очень много она попадается, тема личностных границ. В силу того, что мы всё-таки живём не в пещерах, да, есть определённый код в обществе, как ты себя можешь и не можешь вести. И на самом деле следовать этому коду правильно и естественно для взрослого образованного человека. Это нормально совершенно, да? Вот, но часто то, как мы сейчас должны себя вести, очень сильно расходится с тем, как нам хочется. И вот... Мне кажется, это ещё очень у детей, да? Да, это очень сильно и у детей, честно говоря, и у детей в теле взрослых то же самое, та же самая беда есть. И о чём мы говорим? Мы говорим о том, что всё-таки у каждой личности, вне зависимости от социального контекста, есть свои границы. Вот, условно говоря, мы себя ведём на работе таким-то, таким-то образом, да, но если наши границы нарушают, то мы имеем право дать отпор. Мы имеем право поменять работу. Мы имеем право вступить в конфликт с коллегами, например, или с подчинёнными, потому что сейчас нарушают наши личные границы. То есть сейчас я чувствую дискомфорт, сейчас я чувствую, что меня унизили, сейчас мне обидно, да? Я не обязана или не обязан это терпеть, да? Вот, и вот эта вот тема личной границы, она очень хороша у подростков на самом деле. Она очень хороша у детей, дабы ребёнок мог себя защитить в ситуации в любой со взрослым человеком, будь то учитель или прохожий на улице. Но ведь часто бывает такое, что взрослого человека не научили, да, ощущать свои границы. И вот как раз телесно-ориентированная психология может ему в этом помочь. На сто процентов, потому что когда мы начинаем ощущать границы своего тела, мы автоматически их начинаем выстраивать в социуме. С близкими, не очень близкими и совершенно чужими людьми. Вот. Тема границ очень актуальна. И я бы ещё добавила, что тема горевания. Не принято сейчас делать большие проводы, плакать на могилах и так далее. Из развода вообще часто пытаются сделать какой-то цирк и отметить, да? Ну, на самом деле, ну, даже потеря кошки – это горе, да? И поскольку не принято никак реагировать на то, что вы пережили утрату... А расставание – это маленькая смерть? Всегда. Да. Да. То есть вот очень много идёт психосоматических расстройств после потерь. Неважно, это развод, потеря денег, смерть близкого человека. Неважно. То есть вот здесь телесно-ориентированная психотерапия, она даёт разрешение оплакать, да, через определённые техники, отпустить, прожить вот эти моменты. То есть тоже через тело? Тоже через тело, да. Ну, эмоции туда мы тоже можем себе добавить, да, пополнить? Естественно. Просто техники горевания настолько отключают контроль, что мы можем себе позволить весь спектр эмоций, которые там есть. Вот. То есть вот это такие очень глобальные, я бы сказала, темы, очень обширные. И вот я с ними с удовольствием работаю, потому что человек на самом деле молодеет. Вот. Я приведу такой пример. Ко мне пришла женщина, 50 с лишним лет, она похоронила единственного сына. Ну, состояние у неё было такое, ну, как бы она, ну, то есть такая очень глубокая депрессия, невролог ставил там какой-то там серьёзный невроз. Ну, я особо не смотрела на диагноз, я просто вижу, что она пока ещё не заболела ничем серьёзным, но вот она уже жить совсем не хочет. Мы с ней работали, эта женщина живёт в республике Калмыкия в Элисте, мы с ней работали в течение двух лет, она приходила на телесные интенсивы четыре раза. И вот когда я с ней поработала два раза и приехала, там, то есть она стала старше, и всё-таки женщина стареет очень заметно, там, 52 ей там или 56, вообще может быть разница девушки и бабушки. Я увидела, что человек помолодел, что загорелись глаза, что появилась стрижка, что она спешит на свидание к мужу, с которым там они прожили 30 с лишним лет, да? Человек обрёл новый смысл, для чего ей жить. И для меня такой опыт ценен, когда приходит человек взрослый, которому тяжело, и ему становится потом радостно. Он разрешает себе, несмотря на очень большую утрату, продолжать жить, хотеть жить. Это его выбор? Да. Как работает телесно-ориентированная психотерапия с психосоматикой? Ну, это очень, на самом деле, интересный вопрос. Я бы так сказала, что если у нас диагноз под вопросом, ну, то есть ещё не поставили, да, его, вот, есть просто какие-то отклонения, вот, то через различные психологические и телесные техники мы можем выйти на причину симптома. Условно говоря, если это мигрень, мы можем с ней справиться очень быстро. Если это раковая опухоль, то терапевт может здесь быть только поддерживающим, как бы, средством, да, для того, чтобы, ну, человек выбрался из этого лечения, здесь будет всё равно хирургическое, медикаментозное и так далее. Единственное, что терапия телесная с раковыми, например, больными или с хрониками, да, хронические болезни у кого, она помогает чем? Не рецидивировать и не рецидивировать приступ. То есть вот здесь... Ну, это ещё, всё-таки, наверное, какой-то ресурс. Естественно. Потому что ты так же ищешь выход. Естественно, да. Но человек обычно приходит уже с заболеванием, он замотивирован. Он замотивирован и иногда не верит в то, что будет свет в конце тоннеля. У меня есть клиентка на сегодняшний день, там неспецифический язвенный колит, и она пришла с паническими атаками на фоне приступов. То есть она настолько намучилась, что она постоянно боялась того, что это повторится, и у неё уже начались панические атаки. Но после терапии в полтора месяца мы вышли на то, что у неё не было приступов. Панические атаки прошли, а приступов не было. Восемь месяцев. Отличный результат. Вот. То есть сейчас будем выяснять какой-то новый пласт причин, что к этому привело. Но, тем не менее, приступов уже не было. Они ушли. Вот так работает телесная терапия. Это конкретные результаты конкретных людей. Есть ли какие-то возрастные ограничения? Возрастных ограничений нет. Есть ограничения физиологические. Мы не работаем, если были проведены полостные операции в недавнем времени. То есть примерно 3-4 месяца, но я точно не возьмусь работать. Это первый момент. Второй момент. Какие-то серьёзные проблемы с сердцем. Потому что там постоянно нужно дышать, да? Да. Там нужно постоянно дышать, переживать. И, ну, я скажу так, что психотерапевт с медицинским образованием, кто занимается телесно-ориентированной психотерапией, он возьмётся и справится. Просто не каждый имеет медицинское образование, имеет минимум. То есть совершенно мои коллеги-врачи-психотерапевты, они берутся, кроме как после полостных операций, берутся за всё совершенно. Хорошо, если, например, есть какие-то психиатрические расстройства, эпилепсия. Это тоже противопоказание является. То есть работать можно, но, опять же, врачу по совместительству психотерапевту. И этот вопрос очень тонкий. Если уже поставлен психиатрический диагноз одной телесной терапии, мы можем не справиться. И нужно ещё говорить, что психиатрический диагноз имеет определённый ряд медикаментозного сопровождения. И смотрите, какая вещь. Медикаментозное сопровождение имеет такой эффект. Он тормозит аффективные реакции. Телесно-ориентированная психотерапия имеет другой принцип. Через катарсис аффективные состояния выражаются и заканчиваются. И здесь одно с другим может войти в конфликт. То есть даже если мы говорим о работе с психиатрическим диагнозом через телесно-ориентированную психотерапию, то мы должны понимать, что это достаточно экспериментальный подход. Хорошо, Маша, в завершении нашей программы хотелось бы спросить. Ведь многие очень вообще к телу и к душе подходят, например, через танец и спорт. Это тоже своего рода терапия. Терапия, да? Да. Такая телесно-ориентированная. Что Вы скажете вообще про танцы, про спорт, про эти ощущения? Ну, я скажу... Как это сделать всё осознанно? Как всё развернуть в свою пользу? Не превратить это вот в такую, знаете, сильную нагрузку? Ну что ж, здесь нужно говорить о том, что вообще работает очень хорошо намерение человека. Мы можем выражать агрессию через походы в тренажёрный зал. Мы можем, проплыв несколько километров, выразить очень много чувств. Понимаете? Но, опять же, здесь вопрос осознанности. Что касается танцев, сами танцы и танцевально-двигательная психотерапия, которая имеет как бы отношение к телесно-ориентированной, это всё-таки несколько разные вещи, потому что у них разные задачи. Если мы с Вами танец не переводим в спорт и не изнуряем себя тренировками, а получаем от них удовольствие, эффект будет. И более того, я думаю, что те, кто занимаются танцами, они встречаются с тем, что у них случаются катарстические во время занятий вот такие состояния. То есть танцевала-танцевала, радовалась, начала плакать, например. И это естественно, потому что тело стало какие-то эмоции само по себе проживать, выражать это нормально абсолютно. Но многие же этого боятся. И вот если мы во время танца это подавили, потому что, ну, я же должна быть красивой, там, всё, там, у меня там свои какие-то представления о том, как я должна при этом выглядеть, то это уже будет, ну, как сказать... Далеко от души, да? Далеко от души, да. То есть это будет полезно для тела, но это будет далеко всё-таки от души. Спасибо большое. Сегодня у нас была тема программы «Телесно-ориентированная психология на службе души и тела». И раскрывать эту увлекательную тему мне помогала Мария Лялина, телесно-ориентированный психотерапевт. Маше большое спасибо, было очень интересно. И всего вам самого-самого хорошего. Спасибо огромное за приглашение. Практическая психология